Подавать заявки на получение или обмен паспорта, получать необходимые справки из различных госорганов, не выходя из Думы или рабочего кабинета, станет возможным уже в ближайшее время. В тестовом режиме запущен портал электронных государственных услуг и сервисов. Внедрение этой системы позволит сэкономить время граждан, снизить уровень коррупции за счет минимального контакта граждан с чиновниками. Подробнее Нуркуль Саматова. На сегодняшний день на портале доступна 21 услуга, предоставляемая 8 государственными органами. В ближайшее время еще около 20 госуслуг будут внесены в систему, а в дальнейшем еще больше. В октябре Госкомитету информационных технологий и связи было поручено до конца 2016 года разработать портал электронных госуслуг. Одна из востребованных услуг – это, допустим, получение паспорта или изменение фамилии. Допустим, для прохождения в бумажном виде этой услуги необходимо очень пройти там, скажем, несколько ведомств. В данном случае посредством Тундук запрос идет автоматический. То есть, если вы можете даже не выходя из дома сделать заявку. Но для начала нужно было внедрить систему электронного межведомственного взаимодействия. Оно было предоставлено правительством Эстонии. Таким образом, портал электронных госуслуг реализован на платформе системы Тундук. За время независимости 25 лет, конечно, разные госорганы по-своему развивались, использовали какие-то различные технические решения. С помощью системы Тундук мы сейчас их объединяем. Но, тем не менее, именно сам процесс, административные регламенты по предоставлению услуг, стандарты предоставления услуг гражданам, они, конечно, пока что больше заточены на бумажный вариант, на традиционный. Об электронном правительстве в Кыргызстане начали говорить еще в начале 2000-х. Но до сих пор эта идея оставалась на бумаге. На то были объективные причины. Прежде чем запустить подобную систему, необходимо было разработать автоматизированную систему органов ЗАГСа, паспортной системы, регистрации проживания и пребывания граждан, биометрической регистрации и многое другое. Данный регистр также включает другие компоненты. Это, в частности, регистрация транспортных средств, это регистрация водительского состава, это система компьютерного тестирования курсантов или же слушателей на получение водительского удостоверения, это система учета выданных государственных номерных знаков. И все это в комплексе как раз-таки будет представлять интегрированную систему, на основе которой государственные органы, либо же граждане и бизнес-структуры могут получать в электронном формате услуги со стороны государственных органов. Для успешной реализации системы электронных госуслуг нужен механизм идентификации личности гражданина. На сегодняшний день ГРС работает над внедрением в обращение ID-карт нового поколения, то есть биометрических паспортов. Эти паспорта будут иметь более 12 защитных элементов. У него будет специальный чип, куда будут занесены в электронном формате персональные биометрические данные гражданина. И мы также планируем предоставлять электронно-цифровую подпись. Электронно-цифровая подпись позволяет в электронном формате заверять какие-либо юридически значимые документы. Например, если это заявление на получение, скажем, свидетельства о рождении, соответственно, заявление может быть заполнено в электронном формате. Электронные паспорта начнут выдавать уже весной этого года. А это, в свою очередь, ускорит процесс внедрения и использования портала электронных госуслуг и сервиса. В итоге это должно привести к оптимизации и улучшению качества предоставления государственных услуг, снижению коррупции и повышению доверия граждан госорганам.